Переведено и озвучено Тревел Чейн Это технология, лежащая в основе цифровых валют, как биткоин. Это цепочка блоков транзакций, блокчейн. Не самое благозвучное слово в мире, но я убежден, что сейчас эта технология является следующим поколением интернета, и она несет огромный потенциал для любого бизнеса, любого общества и каждого из вас лично. В последние несколько десятилетий мы имели дело с интернетом информации. Когда я посылаю вам электронную почту или файл PowerPoint или что-то еще, я высылаю вам не оригинал, а копию. Это замечательно. Это демократизация информации. Когда доходит до ценностей, таких как деньги, финансовые активы, акции или облигации, бонусные баллы, интеллектуальная собственность, музыка, искусство, голоса на выборах, квот на выброс углерода и других, отправка копии – плохая идея. Если я посылаю вам 100 долларов, для меня критически важно не иметь больше этих денег, а всю сумму выслать вам. Это называлось проблемой удваивания расходов у кодировщиков долгое время. Сегодня мы полностью полагаемся на крупных посредников – банки, государства, ведущих операторов соцсетей, эмитентов кредитных карт и т.д. в вопросе создания надежной экономики. Эти посредники занимаются построением и обслуживанием всей рыночной деятельности, от определения подлинности и установления личности людей до создания документов и делопроизводства. В целом, они справляются, но надвигаются трудности. Во-первых, централизация. Систему посредника можно взломать, и это происходит все чаще. Банку JP Morgan, правительству США, компаниям LinkedIn, Home Depot и другим досталось от хакеров. Посредники исключают миллиарды людей из мировой экономики, например, тех, у кого недостаточно денег открыть счет в банке. Они тормозят весь процесс. Электронная почта за доли секунды доходит на другой конец земли, тогда как днями или неделями перевод идет по банковской системе в одном городе. Посредники забирают свой кусок пирога. От 10 до 20 процентов за перевод денег в другую страну. Они забирают наши данные, и мы не можем монетизировать эти данные или использовать их во благо. Личному пространству наносится ущерб. Самое печальное, что посредники используют возможности цифрового века в своих интересах. Богат все больше, но и неравенство растет. Что если бы существовал не только интернет информации, но и интернет ценностей? Вроде масштабного, глобального распределенного реестра, работающего с миллионом компьютеров и доступного каждому. Любые ценности, от денег до музыки, могли бы храниться, перемещаться, обмениваться и управляться. Без могущественных посредников. Если бы существовало характерное среднее значение ценности? В 2008 году случился крах финансовой индустрии. И, возможно, очень кстати. Никому не известный Сатоши Накамото создал документ, протокол для цифровой валюты с использованием базовой криптовалюты, названной биткоин. Эта криптовалюта позволила обеспечить надежность и оперировать транзакциями без посредников. Это незаметное событие стало искрой, разжигающей по всему миру любопытство к технологии, от которой все в восторге или ужасе или просто интересуются повсеместно. Но не путайте. Биткоин – это актив, он волатилен. Это представляет интерес, если вы спекулянт. В более широком смысле это криптовалюта, это не деньги, подконтрольные государству. И это очень важное свойство. Но главное достоинство здесь, в базовой технологии, она называется блокчейн. Впервые в истории человечества люди повсеместно могут доверять друг другу и сотрудничать на равных. Доверие базируется не на авторитете организаций, а на сотрудничестве, криптографии и умном коде. Так как мы по умолчанию полагаемся на технологии, я назвал это доверительным протоколом. Теперь вы, возможно, спросите, как это работает. Разумно. Цифровые активы, все от денег до музыки, не собраны в одном месте. Они распределены по глобальному реестру с помощью криптографии высшего уровня. Когда операция произведена, запись об этом появляется повсеместно, на миллионах компьютеров в мире. Также в мире есть люди, которых называют майнеры. Это не молодежь, играющая в Майнкрафт, это добытчики биткоинов. В их руках мощнейшие вычислительные ресурсы, в десять, даже в сто раз больше, чем все ресурсы Google. У майнеров много работы. Каждые десять минут в ходе своеобразной пульсации сети создается новый блок, хранящий информацию об операциях за последние десять минут. Майнеры работают, решая сложные задачи. Они соревнуются. Первый, кто найдет истину и утвердит блок, награждается цифровой валютой, биткоином, в случае с биткоин-блокчейном. А потом, это ключевой момент, блок соединяется с предыдущим блоком и еще с более ранним блоком, создавая цепочку блоков. Блоки привязаны ко времени, можно сказать, скреплены цифровой печатью. Если бы я хотел взломать блок и, скажем, заплатить вам и вам одними и теми же деньгами, мне надо было бы взломать блок и все предыдущие блоки, всю историю коммерции на этом блокчейне, и не на одном компьютере, а на миллионах машин, в одно и то же время использующих высокоуровневое шифрование в свете того, что мощнейший вычислительный ресурс в мире следит за мной. Сложная задача. Эта система бесконечно надежнее, чем наши компьютерные системы сегодня. Это блокчейн. Так он работает. Биткоин-блокчейн – это один вид. Их много. Блокчейн-эфириум был создан канадцем Виталием Бутериным. Хотя ему только 22 года, его блокчейн обладает выдающимися возможностями. Например, можно создавать умные договоры. Название говорит само за себя. Это контракт, который самоосуществляется. Сам обеспечивает исполнение обязательств, управление, деятельность и платежи за контрактом что-то вроде банковского счета, представленного соглашением между людьми. Сегодня, благодаря блокчейну эфириум, осуществимы самые амбициозные проекты. От создания замены на фондовом рынке до рождения новой модели демократии, где политики подотчетны гражданам. АПЛОДИСМЕНТЫ Чтобы осознать масштабы грядущих событий, посмотрим на одну индустрию, финансовые услуги. Машина Руба Гольдберга. Смехотворно сложно устроенная машина, выполняющая простейшие действия, такие как разбить яйцо или закрыть дверь. Машина напоминает индустрию финансовых услуг, если честно. Вы вставляете карту в магазине на углу, и битовый поток проходит через множество компаний с собственными сетями ЭВМ, некоторые из которых еще из семидесятых, старше большинства находящихся в зале. И спустя трое суток происходит сверка. С приходом блокчейн в финансовую индустрию не будет сверок, потому что платеж и сверка одно и то же действие, просто смена в реестре. Уолл-стрит и все в мире, сфера финансовых услуг, стоят на ушах из-за этого, задаваясь вопросом, заменят ли нас, или как использовать данную технологию себе на пользу. Какое вам до этого дело? Опишу, как эту технологию можно применять. Процветание. Первая эра интернета, интернет-информации, принесла нам богатство, но не всеобщее благосостояние, ведь социальное неравенство увеличивается. В этом коренятся гнев, экстремизм, протекционизм, человеконенавистничество и вещи еще хуже, которые распространяются в мире сейчас. Brexit – самый свежий пример. Можем ли мы подойти с другой стороны к проблеме неравенства? Единственное решение сейчас – перераспределение благ, налогообложения и распространения. Можно ли заранее распределять средства? Можно ли трансформировать механизм образования богатства через демократизацию создания богатства, вовлекая больше людей в экономику и обеспечивая им справедливое вознаграждение? Позвольте перечислить пять способов это сделать. Номер один. Знаете ли вы, что 70% земельных собственников в мире имеют на эту землю смутные права? У вас есть маленькая ферма в Гондурасе, диктатор приходит к власти и говорит, «Я понимаю, по бумагам вы владелец фермы, но в правительственном компьютере владельцем записан мой друг». Это было массовым явлением в Гондурасе. Подобная проблема повсеместно. Эрнандо де Сотто, величайший латиноамериканский экономист, считает эту проблему первостепенной в плане того, что мобильность экономики важнее, чем счет в банке. Так как без законного права собственности на свою землю вы не можете взять под нее кредит и не можете планировать будущее. Сегодня компании совместно с государством разрабатывают способ закреплять право собственности с блокчейн. Тогда изменений туда внести не удастся, как и взломать. Это создает условия благосостояния для миллиардов людей. Второе. Многие авторы говорят о компаниях Uber, Airbnb, TaskRabbit, Lyft и так далее, об экономике совместного потребления. Идея впечатляющая. Люди могут собираться вместе, создавая и разделяя богатства. Я считаю, эти компании на деле ни с кем не делятся. По сути, они и успешны, потому что ни с кем не делятся. Они собирают услуги вместе и потом продают их. Что если бы вместо Airbnb, корпорации стоимостью 25 миллиардов долларов, существовало бы распределенное приложение в блокчейне, назовем его BeAirbnb, владельцами которого были бы все владельцы комнат для сдачи в аренду. Когда нужно снять комнату, вы обращаетесь к базе данных на блокчейне, вводите критерии, происходит отсев, находится подходящая комната, а затем блокчейн помогает с договором, обозначает стороны, занимается оплатой по цифровым каналам, встроенным в систему, и даже занимается репутацией. Если комнату оценивают на пять звезд, она в системе, с оценкой, перманентной. Нашествие ведущих компаний совместного потребления в Кремниевой долине можно приостановить, и это будет способствовать процветанию. Третье. Крупнейший денежный поток из развитого мира в развивающиеся – это не корпоративные инвестиции и даже не иностранная помощь. Это денежные переводы. Повсеместная диаспора. Люди, уехавшие из земель предков, посылающие деньги домой своим семьям. Годовой оборот сейчас 600 миллиардов долларов, и он растет, и этих людей буквально обдирают. Аналии Доминго, домработница, живет в Торонто. Ежемесячно она посещает офис Western Union с наличными деньгами для пересылки их матери в Манилу. Это стоит 10% от платежа и занимает от 4 до 7 дней. Ее мать не знает точных сроков. Весь процесс отнимает у нее 5 часов в неделю. Полгода назад Аналии Доминго использовала приложение на основе блокчейн, которое называется Abra. С мобильного она послала 300 долларов. Они пришли напрямую на телефон ее матери, без посредников. Потом мама смотрит в мобильник, где интерфейс похож на Uber, и он показывает служащих Abra поблизости. Она нажимает на служащего с высоким рейтингом в 7 минутах от нее. Парень приходит к ней домой, отдает филиппинские песо, она кладет их в кошелек. Весь процесс занял минуты и стоил 2%. Это шанс увеличить благосостояние. Четвертое. Ценейший актив цифрового века — данные. Данные — новый вид актива, более обширный, чем все предыдущие, такие как земля в аграрной экономике, или промышленное предприятие, или даже деньги. Все вы, все мы генерируем эти данные, мы создаем этот актив, оставляя след из цифровых крошек за собой на протяжении всей жизни. Этот след — ваш зеркальный виртуальный образ. Ваш виртуальный портрет может знать больше, чем вы сами, так как вы не помните, что покупали, говорили или где были год назад. Ваше виртуальное досье вам не принадлежит, и это серьезная проблема. Сегодня есть компании, занимающиеся созданием персонифицированных черных ящиков, вроде вашего виртуального досье. Этот черный ящик следует за вами, когда вы путешествуете, и он настоящий скряга. В том смысле, что дает только крупицу требуемой информации. Касаемо многих операций, продавцу и не нужно знать, кто вы, ему только нужно знать о факте оплаты. Ваш цифровой профиль накапливает всю эту информацию, и ее можно монетизировать. Самое замечательное, что это также помогает защищать личные данные. А уважение личного пространства – это основа свободного общества. Давайте вернем создаваемые нами активы под собственный контроль. Сами будем владеть своими данными и управлять ими ответственно. И, наконец… Наконец, пятое. Огромное количество авторов контента не получают справедливое вознаграждение из-за несовершенства системы интеллектуальной собственности. Ее испортила первая эра интернета. Например, музыка. Музыкантам достаются крошки на конце всей цепи избыта. Будь вы композитором 25 лет назад, и написав хит, разошедшийся миллионным тиражом, вы могли бы получить роялти в размере 45 тысяч долларов. Сегодня, если вы композитор и напишите хит, который выйдет миллионным тиражом, вместо 45 тысяч вы получите 36 долларов. В принципе, на вкусную пиццу хватит. Imogen Heap, автор и исполнительница песен, лауреат премии Грэмми, сегодня выкладывает музыку в среду блокчейн. Она ее называет мицелий. Музыка имеет свой защитный договор. Музыка защищает свою интеллектуальную собственность. Хотите послушать песню? Это либо бесплатно, либо стоят микроценты, идущие на цифровой счет. Хотите вставить песню в фильм, условия меняются. И все IP-права специально оговорены. Создать мелодию для звонка? Условия другие. Описывается, как песня становится бизнесом. Песня там, на этой платформе, сама продается, защищает свои авторские права. Так как у песни есть платежная система, вроде банковского счета, все деньги возвращаются к артисту, и сам артист контролирует всю индустрию вместо могущественных посредников. И это касается не только композиторов, а всех авторов в искусстве, изобретениях, научных открытиях, журналистике. Много людей из разных сфер не получают честного вознаграждения, но с технологиями блокчейна они смогут направить денежный поток в правильное русло. Это замечательно. Итак, это только пять возможностей, а вообще их множество, чтобы решить одну проблему благосостояния. И это одна из бесчисленных задач, решаемых с помощью блокчейн. Конечно, не технологии создают благосостояние, это делают люди. Но повторюсь, технологический джин вырвался из бутылки, но был снова захвачен несколькими неизвестными людьми в наше с вами ненадежное время. Сейчас джин снова брыкается в бутылке, давая нам еще один шанс трансформировать экономическую систему и привычный порядок вещей, а также решить некоторые сложнейшие мировые проблемы, если мы этого захотим. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин АПЛОДИСМЕНТЫ